Доброе утро, Капа! Привет, Санёк! Доброе утро, наши большие маленькие телевизорители! Привет, ребята! Слушай, ну фестиваль всё-таки... Набирает обороты? Набирает, набирает, набирает. Ну это благодаря тому, что есть у нас... Нет, благодаря тому, что ты прекрасно выглядишь, и все так любуются на тебя и приходят в гости к нам. Ой, слушай, Капа, а вот я уже понял, что можно сделать куклу, персонажа, из чего угодно. А если вот Галяк? Если вообще ничего нет. Вообще ничего? А если вот Галяк? Ой, привет, Настя, Дима, Лёша! А если никого нет, есть артисты, которые знают, что делать. Ну расскажи, Настя, что нужно? Да, если нет ничего под рукой, мы берём руки. Наши руки. Наши, голыми руками. Голыми руками. Голыми руками. И что можно? Ну как, вот смотри, руки превращаются, руки превращаются, например, в гусика. Дима, сделай мне, пожалуйста, лапки. Дима, сделай лапки. Сделай гусю лапки. Видишь, какие лапки. Ой, класс! Класс, пошёл. Ну или вот курицу такую. Ух ты. Ну или я не знаю. Это павлин какой-то получился. Абрахазябра какая-то. А моль, моль. Не моль, моль. Нет, так стойте, это же не моль у меня, это мой коронный, это чайка. Чайка. Да. Да? 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 Чайка не так делается. Не так. Всем детям показываю, как делается чайка. Ребята, так ставятся руки. Так, давай, я тоже попробую. Внимательно смотрите. И вот просто, вот мы полетели. Ну, в такой гибкости, как у Дмитрия Михайловича. Но дело в том, что можно ещё сделать даже вот сейчас спецэффект. Ну-ка. Смотри. Тихо-тихо. Замедленная съёмка, слоу-мо. Потому что это мастер. Ну-ка, мастер, я знаю, что Дима обладает невероятной гибкостью рук и может делать своими руками всё, что угодно. Димка, расскажи нам, что ты можешь показать. Уточка. Уточка. Ага. То есть просто вот руку вытягиваешь, и вот это. Улиточка. Улиточка самое простое. Это у нас берётся правая рука, вытягивается вперёд кулачочек, сверху кладётся левая ручка, потом достаётся указательный палец, потом мизинчик, и вот это у нас получается. Класс какой. Она пугается ведь, конечно. Извините, извините, улитка. Привет, ребята! Барона, папа, привет! Это фантастика какая-то. Самое главное, что у меня есть животные, которые давно вымерли на земле. Ну-ка. Вот такие вот. Ой. Здорово, да? А кому может подойти второй? Погоди, погоди. Давайте, а давайте... Дим, а покажи, что это такое прямо? Прямо такое волшебное. И можно сделать сейчас из этих всех персонажей замечательный номер, который называется «Привет». Привет? Давайте посмотрим. Привет, «Четвёртый канал». Давайте, давайте. Давайте посмотрим. Привет, сегодня дождь искренна, А мы не виделись, наверное, сто лет. Тебе в метро скажи на милость, А ты совсем не изменилась, нет, нет. Привет, а жить ты будешь долго, Я вспоминал тебя вот только два лет. Прости, конечно же, нелепо, Кричать тебе на весь троллейбус «Привет». Привет, дождливо этим летом, А впрочем, стоит ли об этом ведь нет. Тогда о чём? О снах, о книгах, И чёрт меня попутал крикнуть «Привет». Как жизнь не то, что очень гладко, Но в общем, знаешь, всё в порядке, бед-бед. Дела отлично, как обычно, Отлично, но вот только с личным «Привет». Привет, а дождь всё не проходит, А я с утра в небо погоде надет. Должно быть, я уже простуден, Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нет, Решишь ли ты, что я с «Приветом» или нет. Ну, может, чёрт возьми нам снова. Выходишь здесь. Ну, будь здоровым. Привет. 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 Вот так вот. Браво! Браво! Дмитрий Зуборов, актёр театра «Вороны капы», Конечно же, Настя и Лёша, спасибо вам большое. Ребят, спасибо, Дима, тебе отдельно, Я спел прямо чудо чудное. Всё, ну, госпожа продюсер. Ну всё, давай, прощайся уже. Пока-пока. Пока-пока. Все в дом актёра каждое воскресенье, Друзья, на фестиваль кукольных театров. Маленький театр. Пока-пока. Продолжение следует...